С 1 июня 2023 года в силу вступает целый ряд законов и других нормативно-правовых актов, некоторые из которых вызвали дискуссии в обществе. Нововведения напрямую повлияют на жизнь граждан в самых разных сферах, в том числе в области социальной поддержки, порядок выплат пенсий, обеспечения прав человека и общественного здоровья. К примеру, важным нововведением в области здравоохранения становится закон, запрещающий продажу вейпов везде, кроме стационарных и специализированных магазинов. Наша съемочная группа поинтересовалась, как эти законодательные нововведения восприняли тверичане. Законодательные новеллы июня включают в себя законы, затрагивающие различные сферы жизни общества. Например, возможность отказаться от сбора биометрических данных для идентификации с помощью подачи заявления в многоконфункциональный центр. А еще законом вводятся новые привилегии для участников специальной военной операции и их семей. Пенсии для пожилых людей, достигших 80 лет, возрастут в два раза. Изменится и график выплаты детских пособий. Они начнут производиться в единые дни по всей стране. Особый интерес в обществе вызвала тема ограничения продажи курительных смесей. Отныне вейпы и кальяны можно будет купить только в стационарных и специализированных магазинах. Однако даже там запрещается их открытая выкладка и демонстрация. Мы провели опрос, чтобы узнать, как на данный закон отреагировали жители Твери. С 1 июня будут запрещены открытые продажи электронных табачных изделий. Как вы считаете, это правильное нововведение для нашего государства или нет? Мне кажется, да. Потому что у меня есть дочь-подросток. И мне кажется, что когда это запрещено на государственном уровне, то слова «мама» подкрепляются чем-то очень важным. Например, государственными указами. Правильно, потому что в нынешней ситуации в мире, экологии и так далее, достаточно много факторов, которые портят здоровье без дополнительных вещей, которые здоровью тоже вредят. Вредные вещества лучше, конечно, запрещать. Зачем она нужна, эта лишняя реклама для молодежи? Не видишь, каждый второй сидит и фигачит. Это не надо. Электронные сигареты настолько опасны, что люди этого даже не подозревают. Но химикаты, реагенты, что находятся, это очень большой спад, наносит на организм. И отсюда и какие-то болезни. По статистике в Твери немало курильщиков. 77% мужчин и 25% женщин. Но более серьезной проблемой является потребление никотина подростками до 18 лет. Из них пробуют курить 80% юношей и 50% девушек. Яркие этикетки такой продукции привлекают молодежь. Но многие из них в полной мере не осознают весь вред для здоровья от своих вредных привычек. Медицинское сообщество поддерживает такие меры, потому что на сегодняшний день доказано, что электронные средства доставки никотина содержат множество разнообразных токсических веществ. Эксперты утверждают и согласны с тем, что легкие человека были созданы для вдыхания чистого атмосферного воздуха. И потребление любых иных смесей сказывается пагубно для здоровья человека, особенно подростка и ребенка. По мнению депутатов Государственной Думы, новый закон, запрещающий продавать вейпы на ярмарках, выставках, дистанционным способом и с использованием вендинговых автоматов, поможет снизить уровень их распространения. Депутаты Тверской и Городской Думы солидарны с федеральными коллегами. Жизнь показывает. Духовное и физическое здоровье людей, вне зависимости, сколько им лет, пол и так далее, это очень важно. В здоровом теле здоровый дух. Убивать нашу молодежь, которая в силу еще своего возраста не в состоянии правильно оценить все риски, а главное последствия употребления подобных препаратов и использования подобных аппаратов, в общем, губит это людей. Впрочем, существует и обнадеживающая статистика, согласно которой все большее число молодых людей внимательно относится к своему здоровью. Ведь, как гласит известный лозунг Всемирной Организации Здравоохранения, курение или здоровье выбирать вам.